Запись пошла. На запись скажу. Сегодня у нас оценка итоговых работ участников интенсива первой половины группы. Завтра в то же время будет оценка работ участников второй половины группы. Ну что, поехали сразу смотреть. Так, значит, вот у нас работы. Сегодня оцениваем работы, начиная с Дмитрия Зорина, заканчивая Дмитрием Казановским. Альбом, если что, он в открытом доступе, можно зайти и посмотреть его здесь. У нас завершается сейчас 25 поток интенсива. Это 10-недельная интенсивная программа обучения студентов в веб-дизайне. Если кто-то еще не знает, заходите, пожалуйста, в сообщество школы веб-дизайна VDI. Здесь вы найдете необходимые ссылки и сможете узнать про интенсив и записание в товарах. Я сегодня в трансляции, в стриме точнее говорил, что интенсив был создан как наш основной продукт. Мы с него начинали, это получается январь 2014 года. С этих пор мы уже провели полных 24 потока, сейчас вот финальный 25 поток и методика обучения, она прям вот менялась, усовершенствовалась в течение вот этих вот почти 5 лет. Я создал эту методику обучения для того, чтобы любой дизайнер, будь то новичок или дизайнер с опытом, смог освоить фундаментальные навыки дизайнера, начиная от дизайн мышления, дизайн процесса, заканчивая построением композиции и созданием грамотного визуала. Для того, чтобы это сделать, нужно освоить визуальную коммуникацию, типографику, композицию. Все эти вещи были на курсе. Собственно, курс состоит из двух частей. Первая часть – это первый месяц, это фундамент, то есть там больше теорий. Второй месяц – это практикум. То есть на втором месяце ребята прям вот работали каждую неделю, выдавая по одному дизайн-макету. А то и по два, да, мобильных приложений у нас получается два, да, в этом потоке. Как и в прошлых. Ну вот. Сегодня те, кто новый, да, те, кто еще не участвовал в интенсиве, вы сможете увидеть результат работы студентов. Многие из этих студентов зашли на курс с полного нуля через группу подготовки. Они не знали даже, как пользоваться фотошопом, фигмой, создавать там базовые вещи. Сейчас мы увидим результат. Так сказать, честная оценка результатов работы. Сейчас интенсив – это такая достаточно большая конструкция, которая вовлекает и студентов, и тренеров, и кураторов на основе изначально разработанной методики интенсивного обучения. То есть у нас школа вообще в принципе про интенсивное обучение. То есть у нас нет бедовых программ размазанных. Вот. У нас есть только пахота, но мы таким образом создаем интенсивный, позитивный стресс, который позволяет получить очень крутой прогресс участникам. Ну ладно, все, я про интенсив закончил. Если у вас будут вопросы по интенсиву, вы можете написать через сообщество. Вот здесь написать сообщение, задавайте вообще абсолютно любые вопросы. Все вопросы принимаются. Пишите сюда. У нас работают консультанты. Вот Алина или Саша ответит на ваш вопрос. В общем, можете задавать им все, что угодно. Так. Ну что, поехали. Я буду проставлять оценки по шкале 7-бальной или 8-бальной. В общем, короче, оценки будут из серии 5 с плюсом, 5, 5 с минусом, 4 с плюсом, 4, 4 с минусом, 3 с плюсом. 3. Ну, 3 с минусом можно и не ставить, в принципе, потому что так будет понятно, что это плохая работа. Вот. Все студенты у нас работают в таблице, которую я называю таблицей гиммификации. У нас здесь есть опыт, уровни. Вся статистика по выполнению домашних заданий по всем темам. Всего 12 тем. И сегодня я буду ставить оценки вот здесь. Оценки за работу. Работа, которую мы будем разбирать. Это промо-страница, интернет-магазин, там 3 сущности, 3 страницы. Приложение на iOS, приложение на Android. Это концепты, да, из там 2, 3 или 4 экранов. И курсовая. Курсовая – это главная страница сайта или посадочная страница. Созданная по лично выбранной студентам теме. Ну, наконец-то я закончил с этим. Поехали смотреть. Я не буду делать подробный разбор, потому что разбор уже сделали тренеры. Хочу сразу расставить здесь границы. Вот. Я буду ставить оценку. Оценку я ставлю достаточно быстро. На основании определенных критериев. Первый критерий – это качество визуала. То есть в работе не должно быть никаких визуальных косяков. Я имею в виду всякие разные косяки, размытости и прочая фигня в изображениях. Графики, тенях, цвете. Второй критерий – это качество композиции и верстки. Ну, то есть я здесь смотрю на правильность группировки, на правильность выделения доминант, на баланс композиции, на отступы как часть группировки, на отношения. В общем, как выстроена композиция с целью ловить внимание пользователя, вести внимание пользователя, ускорять внимание пользователя. И следующая группа критериев – это визуальная коммуникация. То есть критерии по визуальной коммуникации. Смотря на работу, каждая работа строит свои эмоции и ощущения и передает какие-то смыслы. Я не работал над этими проектами, я только эти проекты смотрю и у меня возникают определенные эмоции. Если это эти эмоции, которые я озвучиваю, я могу их озвучивать в процессе оценки, совпадают с тем, что задумал студент, тогда это значит задача решена. Но это определяет сам студент. Если я вижу какие-то странности или несогласованности, я могу снимать балл за это. И финально небольшая группа критериев – это тексты и редактура. То есть я смотрю на то, как сверстаны тексты и как они написаны. Но понятно, что я не все проверяю по поводу того, что написано. Буду смотреть быстро. Но если я замечу что-нибудь, я буду снимать балл. В конце этого разбора я подведу итоги. Ну то есть у нас будут известны все оценки по нашей мини-группе, точнее по половине группы. И сразу же после вебинара, точнее в конце вебинара, после оценки работ, я скажу, кто из участников, кто из выпускников попадает в профессиональное сообщество выпускников, которое называется мастер-группа. И в наше закрытое сообщество с заказами – это биржа дизайна VDI. Собственно, если все условия понятны и нет никаких вопросов, напишите плюсы. Если вы новичок, напишите «Я новичок» и напишите, что вам интересно узнать из этой трансляции, из этой оценки. Ну то есть, чем вам интересно эта трансляция. Так, что условия-то всем понятно? Плюсов-то нет в чате. Еще раз повторяю. Короче, если вам условия понятны, мои оценки, да, и как я буду проводить ставки плюсы, если вы новичок, напишите, что вы пришли на этот трансляцию, что хотите получить. Так, вижу Пол Край плюс, Дмитрий Зорин плюс. Так, остальные вообще смотрят, нет? Студенты, выпускники, будущее. Так, Анастасия Федорова, вижу. Тимирлан Раханов, вижу. Маратов Саинов, вижу. Так. Полина Фирсова. Заодно и поймем, кто, кстати, смотрит оценку своей работы. Так, Анжелика. Вижу. Марка Пола, вижу. Окей. Ладно, все, поехали тогда. Так, изготовление мебель по индивидуальному проекту. Здесь с шапкой все ништяк. С пониманием, да, нормальная мебельная фабрика, да, понятно, нормально. Непонятно только где. Но сейчас с доставкой, может быть, проблем-то и нету. Так, сразу показано качество мебели. Круто. Видимо, это какой-то средний сегмент. Не дешман, точно. Так. Дизайнерская. Гарантия качества мебели. Та-та-та-та-там. Значит, что я вижу и воспринимаю? Я вижу чистоту, простоту, минимализм, точность, легкость, да. Так, шрифты подходят, изображение подходит. Только единственное, что здесь вот не очень удачно обрезано изображение. То есть я бы здесь чуть-чуть положил цвета какого-нибудь серенького, чтобы обозначить границы, потому что здесь сейчас непонятно. Вот. Но это не так критично. Сейчас, кстати, возьму листочек, буду ставить пометки себе. Точка. Так, здесь ништяк. Этот паттерн с точками тоже про точность, порядок, про легкость. Футер-огонь. Ну, круто. Что, я не могу ничего сказать против этой работы. Прикопаться не к чему. Чистая пятерка. Так, это у нас что? Промо-страница. Так, пятерка. Поздравляю, первая пятерка. Хорошее начало. Так, главная страница, каталог и карточка товара. Это у нас интернет-магазин. Главная страница. Так, чего трех... Трехолье. Там название, ладно. Твоя бабуля уже в теме. Новая коллекция осенней уличной одежды уже в каталоге. Для кого одежда? Непонятно. Мужчинам, женщинам, бабушкам, дедушкам. Короче, с главной страницы бабуля, мне кажется, путает. Вот. Но это тоже смысловая часть, да. Сейчас, наверное, больше буду оценивать. Визуальную и верстку. Ага. Спасибо. Я, как обычно, начал шпарить без этого самого, без трансляции. Пардон. Ну, в записи зато все будет. Так, экран видно? Спасибо, что сказали. Я тогда вернусь. И покажу всем вот эту работу. В общем, оцениваем работу Дмитрия Зорина. Первая работа, за которую я поставил пятерку, это изготовление мебели по индивидуальному проекту. Вот. Здесь просто понятна стилистика мебели. Здесь понятно, что хочет... Что... Точнее, какие эмоции строит этот визуал. Вот. Легкость, композиция. Вот здесь только я прикопался к этому фото. Хочу, чтобы рамка была четко обозначена. С группировкой вопросов нет. С композицией тоже вопросов нет. Композиция удачная, легкая. Иногда можно вот так вот забивать, да, на сетку горизонтальную. Вот. Для того, чтобы пользователю стало интереснее. Но если это оправдано... Если это оправдано смыслами. Ну, то есть, если вы хотите показать легкость, свободу, тогда эта композиция применима, да. Ну, и немаловажно... Немаловажный цвет, да, в этих эмоциях. Вот. Вот это вот паттерн про порядок, четкость. Про верстку у меня вообще вопросов нет. Здесь еще логотипы все в одном стиле. Это круто. Вот. Ну, единственное, что тут косячок небольшой, кстати, я нашел. Это либо логотипы в режиме Multiply, либо паттерн положен поверх логотипов. Вот, нужно убрать. Вот. Выглядит как косяк. Ну, в целом, совершенно не критичные косяки. Поставил пятерку. Вот здесь включаю пятерки в таблице. Так, вот эта работа у нас с интернет-магазином. Главный каталог, карточка товара. Так. Короче, по смыслу я сказал то, что бабуля немного путает. Вот. Потому что это магазин-то все-таки молодежная одежда. И со второго экрана только становится понятно. Да? Что у нас есть? Ну, ладно, допустим, это такая метафора, что предки одобрят ваш лук. Ну, ладно, допустим. Ну, здесь как бы, что, на главном экране я не могу ни к чему особо прикопаться в плане верстки. Вот. В плане эмоций. Фотки вывозят. Вот. Ну, а так, достаточно флегматично. Флегматично. Потому что серого много. Но, ладно, белый фоновый, он дает легкости здесь. И верстка, сетка дает порядок. Вот. Ну, я посмотрел твои работы. Мне, в принципе, они кажутся, ну, очень похожими по стилю. Я бы тебе в конце порекомендовал маленечко сменить стилистику. То есть взять проект, который, ну, тупо не подходит под этот стиль, который ты используешь. То есть ты, я заметил то, что ты используешь геометрические гротески здесь везде, да, там, разряженную композицию. Вот. Попробуй создать что-нибудь нестандартное. Так, смотрим. Популярные товары. Или что это? Это каталог, да? Главное, бренды, популярные товары. Ну, ладно, допустим, я в популярных товарах. Категории толстовки, футболки, брюки. И, понятно, можно выбрать, можно найти. Так, я такой хочу толстовку, да, толстовку, чпок. Ценник нафиг. Размер M или L. Отмечу 2, наверное, если так можно. Цвет. Хотя, нафига выбирать. А, ну, это фильтр по размерам, да, какие есть, какие нет. А если ты выбрал M и L, да, тогда не должно быть вариантов дублирующихся, да. Так, цвет выбрал, бренд, нафиг. Теги, нафиг, да, и получил результат. Ну, ладно, работает, допустим. Так, и... Карточка. Ну, окей, тут тоже, в принципе, все понятно. Нет никаких вопросов к верстке. Это тоже пятерка. Это пятерка. Можно смело пятерочную работу размещать в композиции. Ну, вот, фото и в композиции. Портфолио на бехенсе. Так, поехали, мобилка. Это у нас iOS, значит, галерея для вдохновения. Так, что там у нас по размеру? Это iPhone X. Да. iPhone X, значит. Так, ну, для пальчика нормально все. Здесь тоже цифра видна. Лайков. Ну, конечно, очень удачно подобрал цветовую гамму именно для презентации, да. Понятно, что здесь будут разные, разношерстные всякие, разные работы разного цвета. Здесь, чтобы презентация выглядела удачно, ты выбираешь просто единственную гамму и делаешь в ней. И получается круто. Вот. И воспринимается тоже круто. Макап подобран здорово. Вот. Градиент. Ну, все аккуратно, короче. Супер. Пятерка. Так. Это у нас Android. Тоже классный макап, тоже классный градиент, но это все равно не основное. Основное то, что у нас внутри. Я такой захожу и выбираю, что я хочу снять. Я хочу в Москве, я хочу в районе метро такого-то. Я хочу квартиру, трешку. Ценник указал. Только с фото. Показать объявление. Показал. Здесь все я понял. 350 тысяч ленина, миштяк. Окей. Окей. Ну да, тут можно было еще карту добавить, как в Airbnb. И будет круто. Ну, это тоже пятерка. Отлично. В общем, мне нравится начало. Посмотрим, как будет дальше. Так. Это я уже видел. Это курсаж. Да. Спортивный стрелковый тренажер. Опять этот мать его геометрический гротеск. Короче. Если вы хотите получить сразу классную работу, возьмите и делайте в геометрическом гротеске. Не факт, что этот гротеск подойдет к стилистике. Ну, в смысле, к сути работы. Но зато он смотрится круто. Конечно, это была шутка. Вот. Просто я достаточно дофига дизайнеров видел, которые вроде как показывают портфолио. Ты смотришь круто. А решение, блин, там всего одно. И как бы тут вроде и да, и нет. То есть, да, ты понимаешь, что чел в этой стилистике может работать. А нет, ты понимаешь то, что фиг его знает, какой результат он выдаст на другой какой-то стилистике. Так, тут поправил. Молодец. Тут нормально все. Тут ништяк все. О, наконец-то поправил. Траектория прицеливания начинающего стрелка. Вот это угар вообще. Так, траектория прицеливания профессионального спортсмена. Вот, видишь, сразу можно сравнить. Так, это что, траектория до выстрела, потом 1 секунда до выстрела. 0,5 секунды до выстрела. Выстрел. И после выстрела. Прикольно. Такой наглядный блок. Классно придумал. Быстрое обучение. Так, отзывы. Так, оплата, доставка. О, расположил. Хорошо. Да, сейчас лучше воспринимается. Футер ништяк. Да, круто, круто. Классная работа. Пятерка. Да ты крутой, Дмитрий. Это отличный результат по окончании работ. Вот, многие новички об этом могут только мечтать. Единственная рекомендация тебе, попробуй освоить какую-то новую стилистику. Потому что, ё-моё. Ну, ну, что, одинаково. Ну, ладно, здесь ты делал по гайдам, здесь ты тоже делал по гайдам. Ну, вот, вот эти вот все страницы, они, почему-то они используют генерический гротеск. Ну, ладно. Поздравляю. Так, Катерина Брашкина. Мой пэ пэ пэу. Работ нет. Так, Кать Гракова. Поехали. Сейчас найдем. Нашел. Так, это должна быть офигенная работа. Ух, я сказал, здесь улучшить контраст, усилить. Ну, ты усилила, но, видать, не слишком сильно. Ну, ну и ладно, в принципе, пойдет. Потому что так-то ничего не теряется так-то в целом. Сейчас я тут разберусь. Вот, допустим, так, да. Так, недвижимость в Дубае. Шрифт, понятным образом, выбран, потому что ассоциация с небоскребами. Так, вот здесь выравнивание по левому краю у тебя что-то съехало. Вот здесь вот. Ну, это небольшой костюк, это как точка. Здесь нормально все сгруппировано. Здесь слайдить можно, да, нормально и понятно. Только область, да, при верстке надо прям делать такую, чтобы не промазать. ВК, ФБ, Инстаграм. Нормально. Каталог. Каталог. И здесь, короче, у тебя все в конструктивизме. Минимализм, конструктивизм. И композицию ты подобрала соответствующую. Ну, и, собственно, вот здесь тоже все эти конструктивные элементы. Это тоже согласно. Основному посылу технологичность, чистота, премиальность. Премиальность, кстати, цвет, да, считается. Так, добро. Чего за хрень вот эта вот? Лишний этаж. Да, не так сложно убрать. Лишние этажи смысла никакого не имеют. Можешь сразу начинать после этого мужика новый блок. Вот этот блок прям супер. Супер. Вот. Вроде делаешь все ништячно. Да. Иконки примерно одинакового размера. Меленько, четко. Вот. Здесь, ну ладно, как бы тут покрупнее. Здесь это уже пошли иконки. И, ну, не пиктограммы, а смысловые. И тут, короче, докручиваем до конца. И тут. Та-дам! Такой здоровущий тег. Ну, это ложка дегтя в макет. Ну, футер, да, можно было сделать его лучше скомпонованным. Получше скомпонованным. Здесь сделать, например, одну группу и три группы вот эти объединить в одну, да, и не делить вот на четыре таких, далеко стоящих друг от друга части. Короче, это пятерка с минусом. Достойная работа в целом. Так, это что у нас было? Крусач? Нет, да, крусач. Достойная работа в целом. Ну, совершенно не сложно это работать. Короче, если кто-то получает какую-то оценку, на которую вы не согласны, это значит, что вы можете доработать и дослать мне эту работу потом, да, то есть в личку я буду пересматривать оценки по запросу. Вот, потому что мне важно, чтобы вы эту работу доделали. И если вы пройдете по критерию в мастер-группу или там в биржу, тогда я вас обязательно добавлю, даже если это не случится вот прямо после разбора. Вон, Дима Зорин, Оля передает привет Герасименко. Оля Герасименко у нас одна из кураторов. Очень благодарен на работе кураторов. Кураторы — это ребята из профессионального сообщества выпускников мастер-группы, которые на волонтерских основах участвуют, ну, как бы повторно проходит этот курс, но уже в качестве лидеров команд. Это классная практика арт-дирекшена. Поэтому, если вот кто-нибудь из вас, текущих, да, выпускников, точнее, будущих выпускников, да, получит классный результат, будет добавлен в мастер-группу, вот обращаю, прошу обратить ваше внимание на участие в курсе в качестве куратора и получить арт-директорский опыт. У нас следующий поток начинается 26 ноября. Очень классный опыт. Ну, собственно, спросите у кураторов. Так, мы едем дальше. Так, РУС Дизайн. Интернет-магазин кожных курток. Кожная куртка. Стилистика понятна. Черный, графитовый, ближе к синим, добавляет премиальности. Окей. Паттерн. Штрих в тему. Про четкость, точность, фоторяд. Ну, вот, короче, в достаточно нейтральных проектах в плане визуалов всегда вывозит фоторяд. Процент косячный. Бывает, когда ты подбираешь шрифт, да, а там, например, у специальных знаков нету нужного начертания. Ну, то есть в Regular есть, а в Bolt нету. Вот этот пример. Это косяк. Вот, по композиции все ништяк. По подбору фото просто супер. По подбору шрифта, ну, в целом, да, норм. Ну, понимаете, геометрический гротеск это уже такая, мне кажется. Ну, тут, я бы сказал так, тут нужно искать более интересные варианты, иначе у вас есть риск создать такое надпитное портфолио, вот как Дима Зорин получил. Вроде как бы прикопаться-то не к чему, а сфера работы весьма ограниченная, кажется. Ну, для заказчика. Так, и что тут у нас произошло с футером? Почему в футере такой здоровенный кегль? Непонятно. Посчитай количество кеглей у тебя в макете. Раз, два, ну, это я только наборные читаю, текстовые. Три. Ой, в смысле, наборные и эти. Элемент управления, короче говоря. Раз, два, три. Ну, и тут четвертый выполз. Кегль. Унифицируй. В общем, воспринимается неплохо. Пока что это пять с минусом. Че, я сегодня добрый что ли? Нет? Это вроде нет. Ну, в смысле. Вроде не влияет. Так, почему тут форма такая интересная? То есть ты такая делала-делала, и тут решила сделать не окружности, а что-то нет причем у окружности. Что-то меня глючит. Съехало. Относительно центра. Ну, тоже маленький, незначительный косяк. Все фиксится быстро. Во, врезка классная. Круто. Вот, короче, классное решение. В каталогах разбавлять однотипность карточек, если вы делаете их прямо вот по сетке, хотя их можно делать по разному размеру, разбавлять однотипность врезками. Врезки могут вообще никак не относиться к карточкам товаров. Вот. А еще можно заменять карточку товара одну на что-нибудь другое, да? То есть вот этот модуль делать другим. What the fuck? Откуда вообще взялся этот шрифт? Что это? Это минус. Так, четверка с плюсом у нас уже. Ну вот, четверка с плюсом. Карточка классная, огонь. Так. Трансмагазин. Четыре с плюсом. Фикси. Вообще не сложно. Пятерка точно будет. Я точно сегодня добрый. Ё-моё. Жена накормила. Так. Так, мебель. Даже если мебель дизайнерская, можно всегда найти там новые какие-то грани. Походу у вас тренеры к теме подобрали, чтобы было примерно в одной стилистике. Ну ладно. Штирлиц его все время что-то казалось, да? Крутая фотка. Классный хайлайт. Сдвинутый. Почему так сдвинутый, непонятно. Ну это ладно. Хрен с ним, как бы смотрится нормально. Контраст нормальный. Да чё, к чему же придраться-то? Ё-моё. Чего-то неинтересные какие-то разборы. Ну ладно. На самом деле я очень рад. Так. 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 О! Ну, в общем, я считаю то, что эту композицию можно сделать интереснее. Потому что, ладно, еще ты делаешь вот так вот. Раз, два. Два изображения. Это интересно посмотреть. Потом тебе идет точно так же третья, точно так же четвертая, потом точно так же пятая. Нет. Нет. Как сделать? Сделай либо больше беспорядкового, ну прям вот по жести. Ну главное, чтобы внимание пользователя, оно никуда не съезжало. Ведешь по заголовкам. Вот. И с размерами я бы здесь поработал, да. Вот. То есть можно какие-то изображения сделать прям больше раза в два, можно некоторые сделать меньше раза в два. И таким образом ты выделишь сразу как бы первостепенно объект, на который тебе надо привлечь внимание, и второстепенно объекты, на которые внимание уже идет во вторую очередь, типа всяких аксессуаров. Короче, композиция. Ну вот это надо перерабатывать композицию. Прям вообще она, значит, она такая базовая. О, нет. Вот это точно надо перерабатывать. Ну, в общем, смотри. Шрифты ОК, фотографии ОГОНЬ, цветовая схема ОГОНЬ, над композицией поработай. Четыре с плюсом. Так. Готов, приложуй. Что-то презентация какая-то жухлая. Зачем тени от этого оленя? Так, что, все. Ну, нет. И он еще и кривой. Ну, это вообще косяк. Сразу минус балл. Ладно. Дальше посмотрим. Даю, моя. Так, 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 да. Мелкий текст, не видно ни черта. Контраст слабый. Прям он такой, еле серенький. Это вот примерно я вот так показал. Чуть-чуть меньше, чем у меня основной, чем у меня экран мобильного телефона. Вот это криво. Шрифт. Ну, шрифт спорный. Я не могу сказать, что это прям жесть, но он спорный. Я считаю, что здесь достаточно обойтись не о гротесском, достаточно аккуратном и не горячить. Плюс вот эта тень, которая создает грязь. Ну, короче, это четверка. Четверка. Да, четверка. Поехали дальше. Вы с помощью презентации можете прям серьезно вытянуть ваш дизайн-макет, даже если внутри там есть какие-то косяки. Понятное дело, что я эти косяки увижу, но эти косяки может не увидеть заказчик, потому что он не так глубоко разбирается в визуале. Вот. Поэтому презентация тоже важна. Чего здесь? Здесь непонятно, как отделены вот эти элементы. Здесь ты сделала выключку по ширине, и у тебя здесь стали здоровенные отступы в амзаце. Здесь тоже слишком здоровенные отступы между вот этими двумя кнопками. Написать и в избранное. Я считаю, что избранное можно сделать каким-то элементом в углу. Написать можно сделать более заметной кнопкой. Вот. Потом. Короче, шрифт тоже мелко. Ну, нет, это четверка. Четверка. Ну вот, тебе есть смысл поработать над вот этими тремя. Курсовая интернет-магазин и промо-страница. Рекомендации уже должны быть понятны. А мы едем дальше. Алена Тимофеева. Курсовой проект. Так, это Дмитрий Тимофеев. Так, Алена Тимофеева. Так, куратор Катерина Зуева. Так, мутборд приложила. Здорово. И финальный. Да, с фотками пофиксила. Хорошо. Открой Ирландию. Ирландия. Это, скорее всего, про какие-то, наверное, больше туманы. Ну, такая некая северная природа, горы, луга. Немножко флегматично. Да, эту тему ты поддерживаешь через выбор цвета для вот этих вот текстур. Точнее, иллюстрации на фоне. Эту тему ты поддерживаешь шрифтом. Вот, эту тему ты поддерживаешь, в принципе, всеми фотографиями и футером. Да, я считаю, ты классно передала настроение здесь, в этой работе. И композиция тоже классная. Про свободу, белое, контрпространство. Круто подходит к этой теме. Про уравновешенность, спокойствие. Да, это, получается, прямоугольные форматы. Даже несмотря на то, что вертикально. Вертикально, наверное, созвучно, да, со какими-то скалами. А, может быть, ты вообще не закладывал это к какой-то дополнительного смысла, да. Вот, единственное, что вот здесь вот с группировкой проблемы, да. Вот, смотри, заголовок. Как все будет происходить? У тебя здесь 0.1, 0.2, 0.3. Понятно, что ты делал отступ до них, но слишком тускло. Да, из-за того, что 0.1, 0.2, 0.3 слабого контраста с фоном, да, воспринимается отступ вот это. Да, то есть до заголовков сразу. Как будто у тебя заголовок вот этот основной отвалился. А еще отступы внутри, они делают так, что 0.1, 0.2, 0.3, они разваливаются, отваливаются друг от друга. И это, конечно, косяк верстки. Вот, я хотел поставить тебе пятерку с плюсом, потому что, ну, достаточно такая впечатляющая работа по эмоциям. Но я поставлю, наверное, пятерку с минусом, потому что косяк такой серьезный, да. У тебя есть все шансы, совершенно все шансы доработать, получить пятерку с плюсом. Так, Алена Тимофеева, это что у нас, курсать, да, да, курсач? Пятерка с минусом, ну, такая очень уверенная. Так, приложение для поиска жилья. Совершенно непонятный фон презентации. Смотри. Вот эти вот две фигуры, они, ну, с одной стороны создают динамику, ну, ладно, фиг с ней, речь не про то. Они привлекают внимание по своей сути, да. Теперь вопрос, куда ты привлекаешь внимание? Куда-то в эту точку композиции и куда-то в эту точку композиции. Вопрос дальше, зачем тебе туда привлекать внимание? Совершенно незачем. Поэтому фон, это минус. Потом отступы. Здесь кривой. Ну, то есть, больше надо сделать. Все остальное, ну, вроде нормально, но видишь еще какой момент. Больше сделай вот эту вот карточку. А, еще больше сделай отступ вот этот, да. Он у тебя сейчас меньше, чем вот этот. Больше сделай вот эту карточку, чтобы разнести по якорям, да. Левый верхний угол, левый нижний угол, правый нижний угол. Чтобы больше был отступ. Сейчас, как будто, знаешь, смотришь на это, и как будто правило модульности, оно вообще-то не выполнено. Четыре. Четверка. Четверка. Так, а что это у нас было? Поиск жилья. Так, дальше. Вдохновение. Слишком мало места. Слишком мало места. Слишком много места. Вот это прикольно. Здесь мало места. Здесь под пальчик удобно. Apply. Ну, допустим, в той же цветовой схеме, но хотелось бы сделать эту кнопку в другой. Это у нас... Четверка с плюсом, наверное, будет. И тут я начал оценивать достаточно жестко, да. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, эксклюзивные кухни. Блин, как мне нравятся белые интерьеры. Хотел сказать, интерфейсы. Береза. И плюс вот эти вот пастельные цветовые акценты, типа березы. Здесь тебе золото идет. Прикольно. Че не то. Че не то. Ну, ладно. Это я начинаю, наверное, сильно придираться. Сладить можно. Ну, че не то. Ну, я бы сделал чуть-чуть поменьше здесь шрифт. И чуть поменьше, наверное, здесь шрифт. И, соответственно, во всех подчиненных заголовках блоков. Вот. И я бы сделал здесь, наверное, чуть выше шапку или чуть меньше отступа между. Но это не критично. И добавил бы сюда еще пару слов. Потому что выглядит, как висячее слово, пусть и с артиклем. Так. Это наши проекты. Это относится, получается, ко всем. Будьте добры. Унифицируйте количество кеглей. У тебя здесь много вообще разных кеглей. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну, этот был. Семь. Максимум их должно быть пять. Вот эта надпись, она как будто принадлежит к этому заголовку. Нужно перенести ее под кнопку. Тогда будет более-менее развалилась. Ну, короче. О, блин. Вот это вообще откуда? Разные отступы до своего контента, да? От заголовков. Здесь такой. Здесь чуть поменьше. Здесь еще меньше. Блин. Здесь зачем вообще вот этот вот этаж? Ну, визуал, визуальные элементы, да? А верстка нет. Четыре с плюсом. Так, и магазин. Нормально? Я не слишком медленно? Потому что вот уже прошло сорок семь минут, мы сейчас просто капитально залитим. С моей скоростью. Женская одежда, видимо. Прикольно. Слишком разряженная в шапке пункта меню. Но на самом деле это, ну, скажем так, нормально, да? То есть можно прикапываться. А вот previous next и вот эта пагинация слишком близко к нижнему краю. Это, конечно, уже косяк в верстке. Потом, зачем тебе этот, эта жирная линия? Здесь прикольная линия. Ты ее можешь продолжить где-то здесь. Ну, короче. Есть такая штука, как рифма. Рифма – это повторяющиеся стилистические элементы. Если бы, например, вот эта вот хреновина у тебя была жирной, такой же, как и вот эта, может быть, даже чуть короче, может быть, даже такой же коротенькой, тогда у тебя была бы единая стилистика. Сейчас выпадает. Вот этот блок переработать нужно, потому что композиция несбалансированная, да? То есть сумка вообще перевешивает женщину, а на самом деле должно быть наоборот. Ну, будет перевешивать, потому что, ну, во-первых, в пропорциях, да, больше. Прикиньте, да, вот эту вот сумку женщины повесить на руку, она вообще пойдет. Вот, и, ну, как бы, здесь слишком много контрпространства, да, по сравнению с правой частью. Короче, посмотри еще левые и правые края. Посмотри еще отступы. Ну, блин, здесь вроде как начала-то прям супер, а закончила вообще не супер. Блин, что ставить-то? Четверка, четверка с плюсом. Ну, ладно, четверка с плюсом поставлю. Так, давай, надо доработать. Много, видать, времени положил на курсовик. Так, дальше поехали. Окса Александра Матвеева. Ребята, в чате там отзовитесь, вы вообще живы? Я надеюсь, что все живы. Ребята, мне понравилось. Меня слышно вообще, нет? Во, отлично. Так, ладно. Допустим, как-то так. Опять куча кеглей. Раз, два, три. Ну, допустим, это тот же. Четыре. Пять. Вообще другой стиль пошел. Так, короче, с типографикой косяк. Потом. Медузу делай больше. Вот, серьезно. Потому что она у тебя, получается, ну, как бы не достает по весу. Не балансирует по весу левую часть. Левая часть у тебя тяжелее. Здесь у тебя получилось какое-то странное пространство, да? То есть нужно балансировать. Если ты медузу делаешь больше. И как ты хочешь привлечь к ней внимание больше, да, допустим. Ты возьми, разверни вот эту волну. И сделай здесь, например, впадину, да, а здесь, наоборот, выпуклую, да, вниз. И все. И ты смело можешь увеличивать эту медузу здесь, ставить на ней видео. И у тебя будет прекрасная композиция. Так, тоже косяк с композицией. Дальше. Вот у тебя уйдет вот эта проблема с отступом, потому что здесь будет выше. Если вы делаете абзац с выключкой по центру, делайте его в форме воронки или облачка. Ну, в том плане, чтобы не было вот такого вот дисбаланса в форме. Вот. Интерлянияш маленький. Разрядка почему-то здесь, да, или есть, или нету. Как будто есть. Вот этот блок лучше стал, да. Нафига тебе тени здесь? Непонятно. Это нужно улучшить еще, потому что здесь, видишь, слишком маленький отступ получился, да, и он конфликтует уже с этим отступом. Вопрос, нужен ли тебе такой здоровенный радиус здесь. Может быть, можно сделать меньше. Заголовок у тебя отвалился, потому что досюда больше отступ, чем досюда. Ну, ладно, по сравнению с тем, что было, это гораздо лучше. У тебя кнопка еще отвалилась. Вот этот блок интересный. Можно развить только черепаху, ты можешь сделать здесь больше. Строить композицию, чтобы у вас всегда была основная доминанта, понятная, ну, то есть, которая подчиняет к себе все остальное. Здесь ты, если даже, если ты сделаешь одну треть, да, вот здесь по ширине, и две трети вот здесь по ширине изображения, у тебя будет более удачная композиция. Какого черта не по центру тег, и здесь не по центру, и на карте не по центру. Чего сложно сделать, что ли, не пойму. Понимаешь? Точнее, понимаете, это ко всем. Я когда смотрю на работу, я же могу задавать вопросы, да, если я буду задавать вопросы, типа, почему здесь тег стоит именно здесь, да, вы, скорее всего, не найдете внятного объяснения, потому что вот тупо нет, какая функция, да, вот этого положения тега. Почему, например, вот здесь такой здоровенный отступ? Вы тоже запоткнете, скорее всего. Почему здесь отступы разные? Почему кнопка дальше от своего контента ближе к нижнему краю? Короче, вот визуал оставляешь, да, ну, то есть, шрифт, там, как он выбран, там, сюда, схема. Вот. И работаешь чисто с композицией, версткой. Ну, и вот здесь тени, конечно, нужно брать. И будет тебе нормально работа. А сейчас это... Так, Александра Матвеева. Это четверка. Так, что у нас? Фрусовая. Так. Создаем уникальную мебель для вас. Дизайнеры, учитесь писать тексты. Больше смысла вкладывайте в тексты. Короче, смотрим здесь что. Значит, слабый контраст. Здесь почему-то иконки, а одна контурная осталась, остальные с заливкой. Несоответствие стилистики. Здесь слишком большие отступы между. Вот. Потом здесь большой интерлинир, а здесь маленький отступ. Да, вот вторая строчка с... С дескриптором. Ну, в смысле, с маленькой вот этой вот фразой. Объединилась, потому что ее рядом стоят, да. Заголовок кнопки съехал вниз. И все. И, короче, и ты такой, как заказчик, открываешь эту работу, и ты видишь массу мелких косяков, и ты понимаешь, что, скорее всего, следующие работы будут примерно такие же, может быть, чуть лучше. И вопрос, знаете, типа, зачем работать с дизайнером, да, который выдает результат такого вида. Вот. Ну, это, конечно, весьма жесткая оценка, да, и, скорее всего, многим новичкам очень далеко до тебя в плане уровня. Но я ставлю планку, чтобы ты ее понимал и стремилась. Маленький слишком отступ. Фотки классно подобраны. Интерлиниаж маленький, тексты слиплись. Логотипы. Ну, они должны быть прямо вот одного тона. Если вы делаете черно-белым, это вообще совершенно несложно подкорректировать, да, поработать со световой схемой, и все. Когда вы делаете вот такие блоки квадратные, да, у вас не должно быть такого жесткого, жесткой разницы между отступами. Вот справа-слево маленькие, сверху-сниз большие. Получается, что у вас вот эта вот надпись, да, конкретно, вот эта, она разделила вот этот формат на две части. На то, что выше, на то, что ниже. Вопрос нафига. Здесь чего? Где тег? Чего искать? Ох, почему два раза контакты? Так, это у нас четверка, да, это что у нас было? Промо. Так, дальше поехали. Как бы ясен пень то, что вот эти работы, они гораздо круче, чем у новичков, которые вот только-только начинают, да, там, с вашего же уровня и за то же самое время. Но я хочу больше, я хочу лучше работы, я хочу, чтобы у нас новички выдавали офигенная работа сразу после окончания, то есть и желательно все. Это может быть, это может показаться какой-то супер, наверное, наивной или может идиотской целью, но я так хочу. Большой слишком интерлинияж, фиксить надо. Шапка вроде норм, фотку подобрала здравую. Но посмотри на шрифт, посмотри на женщину. Разница в том, что шрифт жирный, девушка стройная. Может быть, можно шрифт сделать тоньше, не обязательно его делать прям тонким. Рифма в дизайн-макете. Видишь, вот это смотрится прям отлично, да, на фоне фотографий, на однотонном фоне. Короче, главный экран надо переделать, это тоже четверка. Что это у нас было? Ага, подожди, еще не посмотрел. Выберите размер. Зачем для размера делать такой здоровенный элемент интерфейса? Там же вот ты такой откроешь, а там будет одна буква в каждой строке. Короче, еще один принцип дизайна это. Если вы можете пропустить или сократить какой-то шаг для пользователя, сократите. Размер же можно выбрать, тут вывалить все размеры, да, там. S там, или XS, S, M, L, XL, XXL и так далее там. Сколько их? 6, 7, 7. Ставишь в ряд, все. Все, чьего не нужно разворачивать вот это вот все. Ладно, по композиции вроде норм. Так, и что? А, две страницы всего. Четверка. Так. А вот это прикольно. И презентация норм. И... Только знаешь, что? Ты же тут используешь формы такие плавные. Чего бы тебе здесь в уголочке чутка не скруглить? Убрать эту остроту, резкость. А тут, конечно, надо сделать аккуратнее. Art, illustration, concept. Concept у тебя съехало вправо вверх. Здесь нужно сделать больше геометричного. То есть используй части, окружности. И все, тебе их хватит. Здесь вроде нормально. Здесь, короче, все разъехалось. Ну, блин, вроде смотришь, визуал такой. Окей, прикольно. Начинаешь присматриваться к деталям. И видишь кучу кусяков. Четверка. Так. Найди квартиру мечты уже сейчас. Короче, можно сделать живее, интереснее градиент, поживее факты. И сделать композицию так, чтобы она не разбивалась на две части. Вот так жестко вот этим отступом. Потому что вот этот отступ, он сейчас больше, чем вот этот отступ. Или такой же. Вот. Потом. Вот здесь все. Что-то прилипло к верхнему краю. Вопрос, зачем. Отступы внутренние. Вот они внутренние. Вот. Вот. Они должны быть меньше, чем отступы внешние. Вот внешний отступ сверху. Вот внешний отступ снизу. Для чего? Для того, чтобы сгруппировать контент. Делать его цельным. Сейчас у тебя верхняя строчка. Она отделилась от своего контента. И получается вот это вот все серое, это кажется какой-то бесполезной хренью. Вот. Это тоже четверка. Короче, стабильно зато. Вот. Саша. Ты умничка в том, что ты закончила этот курс и сделала все работы. Это говорит о твоем терпении и усердии. Вот. Продолжай так делать. У тебя прогресс обязательно будет. Все получится. Помни, что у тебя есть возможность доделать эти работы. И всегда показать мне. Вот. Поэтому, если ты воспринимаешь этот разбор жестким, я это делаю специально. Для того, чтобы ты поняла, что тебе стоит обратить внимание на верстку. В основном на верстку. Потому что в основном у тебя все косяки от нее. Вот. И попарктиковаться просто. Больше копий работ поделай. Потом, скорее всего, ты поймешь как. Если у тебя есть сложности в выборе копий. Да. То есть в выборе работ для копий. Да. Чисто для ученических упражнений. Спроси у ребят, которые, как тебе кажется, понимают, да, какие копии можно сделать. То есть они тебе подскажут работу. Вот. Ладно. Умничка, что ты закончил курс. Едем дальше. Никита. Ой, Никита, спасибо тебе за вот эти картинки. Так. Полина Фирсова прочитала коммент. Сейчас я вернусь чуть позже. Спасибо большое. Так, 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 так. Москов Никита. Что мне здесь нравится? Это цветовая схема, которая абсолютно подходит к теме. Это про как раз такого уже более-менее зрелую молодежь. Вот. Но которые еще дети. Вот. У которых еще для них важен еще вот этот драйв. Для них важно общение, человечность. Для них важна какая-то простота, что ли. Вот. Круто выбрал цвет. Дальше. Классно сделал композицию. Вот здесь хорошо подобрал форму. Единственное, что... Вот здесь не акцентирую так сильно, но вот эту вот тень сделаю слабее. И будет лучше факт. Вот. Про мягкость. Вот эти вот скругленные углы. Это все вот про человечность, открытость, заботу, поддержку. Ну, да, очень классные иконки. Классные разделители. Да, здесь сгруппировал, аллилуйя. Вообще круто получилось. Обрати внимание только на тени. Они... Вот эта вот тень, она у тебя должна быть точно слабее. Вопрос, можно ли сделать разделитель просто как облачко и не использовать вот этот вот разделитель. Тогда у тебя будет то и другое нормально. Ну, в смысле, вот эта вот тень у тебя уйдет. О, как. Прикольно. Интересно, можно завершать или нет. Фотки на шатре. Ну, я надеюсь, что ты купишь эти три фотки и разместишь в портфолио уже по-прикольному. Вот. Так, а здесь чего? Скролл. Где? Скроу. Короче, смотри, с визуалом у тебя прям шикардос. Единственная группа косяков, которую я увидел, это тени. Вот. С интерфейсом один только косяк вот здесь нужно дополнить. А так все в остальном сверстки. Короче, вот вопросов нет. Вот этот блок с трубкой, он получился такой пустоватый немного. Вот здесь пустовато, здесь пустовато. Да, это из-за положения трубки. Дальше. Чувак. Есть, наверное, люди уже, и скорее всего из этого поколения, которые не знают, что такое, что такое трубка такая. Поэтому, может быть, лучше смартфон, да и удачнее будет смотреться. В общем, это пятерка с минусом по вышеперечисленным косякам. Достаточно уверены. Вот. На пятерку совершенно несложно сделать. Так, курсач 5 с минусом. О, вот это интересно. Только два блока. Можно ли доделать ее на завтрашний разбор второй группы? Можно. Только напиши мне, чтобы я не забыл ее посмотреть. Короче, композиция Ice, ништяк. Сбалансированная. Сочетается с внешним видом мебели, который ты тут двигаешь. А именно, просто и геометрично иконки в контуре подобрал в тему. Вот. Фоном ты не отвлекаешь это хорошо, потому что цвет у тебя на диванах. На диванах. Ну да ладно. Ну, короче, пока что это пятерка. У меня не к чему придраться здесь. Но это не значит, что ты не должен ее делать. Что это промо-страница? Давай 5 с минусом я тебе пока поставлю. В целях ожидания доработанного варианта. Так. Что это? Андроид у нас, да? Вот с Google Material Design вот тупо все и просто. Единственное, что здесь вот, смотри, ты когда делаешь вот так вот, да, слева до правого края, у тебя получается, как бы, этажи, да? Значит, можно сделать отступы слева и справа какие-то, да? Тогда у тебя будет больше цельности, либо разделить вот эти пункты тонкими разделителями. Ну, в смысле, вот эти блоки, да? Там, квартира, однокомнатная, там, и так далее. Потому что вот это пространство между, серое, оно нефункционально. Тупо потратил место, да? И отвлекает еще, кстати, вредная функция появилась. В остальном нормально. Короче, ну, это пятерка с минусом. Так, iOS. Дима, возьмите бесплатно на интенсив. Бесплатно нет мотивации учиться совершенно. Поэтому нет. Но желаю вам успехов в развитии в дизайне, и если что, пишите. Так. А что мне здесь не нравится? Да мне здесь все нравится. Да прикольно, все. Да что-то не могу я прикопаться ни к чему. Это пятерка. Пятерка, отлично. Так, и интернет-магазин. Вот. Навье. И смело. Вот. Да. Сайт, короче, в стиле вот этого вот... Вот этого дикого стиля одежды. Да. Ты прям качественно так поймал волну вообще. Вообще. Да. Ну, короче, да. Где здесь волна? Во-первых, жесткий контраст вот этого черного и темно-красного. Здесь градиентика добавил уже так осовременил. Прикольно. Потом вот здесь вот жирный, жирный шрифт. И причем он такой широкий, широкий. Вот. Вот просто вообще рифма. Потом. Вот это вот двойная супер контрастная шапка. Вот, пожалуйста, тут контраст такого жесткого дофига. Здесь вот так вот дико обрезаны фотографии. Это тоже, да. Можно даже сделать сильнее формат, больше формат, крупнее, да, вот этих вот четырех. Можно вообще три, например, изображения оставить. Просто сделать их больше. Я не знаю, что это такое. Разворот при наведении. Либо это такой формат и есть. Но это прикольно. Потом вот здесь вот этот вот лайк, который отхавал угол. Это круто. Вот это подчеркивание. Круто. Красное, да. И... Вот честно, да, тут можно даже не морочиться в такой птилистике обрезать фотки. Китай здесь, макуха у чувака обрезан. Ну да. Ну и что, блин? Они все здесь как бы не особо парятся над своим внешним видом. Да есть же. Это пять с плюсом работа. Вот прям однозначно. Просто выбрать. Круто. Огонь. Пять с плюсом я ставлю, когда... Прям в стилистике есть прям классный такой смысл. Прочувствованный, выраженный в визуале. И с версткой все в порядке. Ее. Отличный результат, Никита. Вообще огонь. Так. Че там? Кто там дальше-то? Так, Полина, Полина Фирсова говорила о Алене Тимофеевой. Так, Дмитрий Тимофеев, Александра Матвеева. Так, Тимофеева. А, вот. По меня он перепутал. Курсач. Это Курсач. А это Прома, да? Сейчас глянем быстренько. Да, совершенно верно. Это пять с минусом, четыре с плюсом. Потому что там... Вот тут Курсач прям вообще очень достойный. Ну, ладно, я бы сделал даже вот так вот, пятерку бы поставил. За него там такой вообще совершенно несущественный косяк с этой версткой. Вот. В общем, скажите Алене, пусть доделает твои эти работы. И как можно скорее. Так. Ага. Ольга. Инспирейтор. Так, еще. Нет, много. Ну, ладно, так посмотрим. Так, все видно. Все понятно, что к чему относятся. Тени грязноватые. Здесь еще рамка какая-то непонятная. Здесь. Мне не нравится вот это вот подчеркивание всей вот этой области. И выравнивание тоже. Вот ты же выравнивала здесь по правому краю, а здесь почему по левому не выравнивала. Непонятно. Здесь мелко. Здесь, ну, тоже так достаточно плотненько все. Я бы здесь сделал чуть побольше отступа. Это у нас 4 с плюсом. 4 с плюсом. Оля Газизова. iOS. Чего, волнуетесь? 4 с плюсом. Ну, почему нету дока? Сейчас я разберу комменты, вижу, сейчас прочитаю. Так, аренда. Продажа. Да, прикольно. Вкладки окей. Бросить. Закрыть. Здесь логичнее сделать назад. Поиск лучше сделать заголовком. Заголовком. Можно вообще отказаться от этой тонки. Сделать поиск. Сделать сбросить. Так, ну, это интерфейсная тема. Тень. Грязная. Видишь, здесь грязь. И... Короче, на вот эти вот андроидовские системные панели не нужно делать так много внимания, да? У тебя здесь кнопка потерялась, да, из-за вот этого вот цвета более сильного, чем розовую вот этот. Короче, да, тут надо переработать с контрастом. Четыре с плюсом. С тени. Так, чего там вопрос? Сколько в итоге после интенсива работ в портфолио у ученика? Пять ровно. Да, Полина, спасибо большое за ответ. Пять ровно. Вот. Это... С этим портфолио уже вообще вполне можно взять... Вполне можно брать первые заказы. Я вообще умудрялся там брать с одной работой заказ. Первый... Первый заказ я сделал с одной работой. По сути. Это была жесть. Такая жесткая работа. То... Короче, ребята, чтобы вас обнадежить. Мои первые работы были гораздо... Гораздо хуже того, что я сейчас вижу. Так. Что ты будешь делать? Ладно, так, смотрим. Ты такие решила оставить, этот декоративный элемент в виде белого, который смотрится косяком. И такие решила оставить эти контурные иконки, хотя я про них тебе говорил. И здесь таки потерялся этот угол, да? Был он или нет, я не помню, но его как-то стоит сделать. Так. Слишком здоровенные отступы между пунктами навигации. Развалились они. Что за изображение в пикселях? Я, конечно, понимаю, что эта фигма виновата. Но, блин, вы как бы проверяйте то, что вы публикуете. Ну, с композицией, ладно, нормально. Короче, да, проверь, пожалуйста, экспорт из фигмы, потому что у тебя все поехало, в предыдущей работе было нормально. Иконки. Короче, четыре с плюсом пока что из-за главного экрана в основном и из-за фоток. Так. Что у нас было? Курсовая. Курсовая, наверное. Так. Интернет-магазин и промо-страницы остались, да? Так, это интернет-магазин. В рассрочку есть. Да, есть. Кира, Неду. В рассрочку есть. Работаем с банком Киви. Карта Совесть. Цена та же, или, может быть, чуть-чуть побольше. Процент берем на себя. Как-то так. Ну, в общем, будут вопросы, напиши, пожалуйста, консультантам. Так. Чего-чего-чего? Где главное? Где главное? Это что ли? Один экран, несмотря ни главный? Ну, это как? Это так? И вот в таком качестве? Ну, стилистика здесь выдержана. Нормально все. Здесь все понятно. Хреновый контраст. Черный на красном. Закачай. Четыре с плюсом пока что. Вот, ребята, серьезно, я не понимаю, столько времени было до итогового разбора, и при этом вы умудряетесь сделать косяк в том, как вы прикладываете работу. Вот, но это же ваша оценка. И девушкин кот. Чего тут? Вот. Нет, ничего пропало. То же самое. Четыре плюс. Ноль, даже четыре, пока не пофиксишь. Будьте, пожалуйста... Чего я сделал? А, да, все правильно сделал. Будьте, пожалуйста, внимательными, ребята. Видишь, да, у тебя здесь красного, здесь его нет. Так. Дмитрий Тимофеев. Поехали смотреть. Курсач. Прикладывайте через документ. Ну, как бы, че, че, че я тут не видел. Черный, красный, качки. Так, да, заголовок сделал, да, прикольно. Так. Так. Здесь сделал, да. Круто. Элемент навигации убрал вниз. Круто. Так. Почему ты на этого чувака положил мультиплайм вот эту плаху? Или полупрозрачный. Ну, он как бы такой мутный получился. Пять. Логотип можно как-то сделать. Со свечением, хотя бы с градиентиком. Сниму, блин, балл за этого чувака. Ешкин кот. Пять с минусом. Давай поставлю так. Тимофеев, Дмитрий. Так, как у вас там состояние? Нормально еще? Тимофеев, Дмитрий. Логотипы нет, не учим. Это отдельная тема. Называется визуальная айдентика. Так, все, нашел. Что-то я начал тупить. Пятерка с небольшим минусом. Можно сказать, пятерка с точкой. Я поставлю пятерку с минусом, чтобы там система это все пересчитала в баллы. Пятерку с точкой она не знает. Так. Модная коллекция. Здоровенный отступ здесь. Маленький отступ здесь. Объединилась со второй строкой. То, что в шапке, ну да, прикольно. Только можно отпустить чуть ниже. Да, чтобы меню выглядело более цельным. Чувак. Ну, нормально вроде стоит. Но, короче, мне кажется, что здесь композиция перевешивает влево. Потому, что чувак узкий сам по себе. Вот. Поэтому можно сделать крупнее. Крупнее взять. Либо это же самое. Ну, тут будет непонятным образом обрезан по... Вот так вот. По локте. Это не круто. Можно подобрать другое изображение. Там, когда у него там руки, например, как-то вот наверху. Вот. И он будет просто больше пространства занимать здесь. Дескриптор. Точнее, дескрипт вот этот меньше делаешь. И все получается. Ну, видишь, тут, короче, вот это вот решение. И да, и нет. В плане контраста. Потому, что, ну, черта не видно. С учетом насчет того, что у людей на компах разная цветопередача. Может быть, у кого-то вообще сольется. Поэтому нет. Делай, наверное, черный на светлом. Вот. Здесь у тебя будет... Ну, короче, здесь у тебя будет нечитабельно. Поэтому тебе придется искать какое-то другое решение. Ну, и будет делать темнее просто плашечки, чтобы белый вышел на передний план. Здесь у тебя соцтапами косяки. Здесь у тебя соцтапами косяки. Вот. Вот это ништяк. Че, откуда взялся шрифт такой? Откуда он взялся? Сейл. Все криво. Логотипы норм. Футер норм. Ну, косяки есть. С версткой такие причем. С контрастом. Чего-то среднее между четверкой с плюсом и пятеркой с минусом. Четверка с плюсом поставлю. Чего-то у нас главная страница. А вот карточку не смотрел. И каталог не смотрел. Карточка. Да хрена сложно. Фотки вот эти отвлекают внимание от основного. Поэтому лучше их свернуть, наверное, в твой слайдер. Размер понятно. Вот это у тебя откуда взялся вот этот скругленный угол? Отвалился ценник. Непонятно, к чему относится. Ну, короче. Нужно работать с версткой. Какая-то новая стилистика пошла. С выравниванием беда. Ну, микро, видишь, моменты. Ну, да, это стопудово четверка с плюсом. Так. Фотографии и фотографии. Да. Так, допустим. Видишь, color. Заголовок присоединился к предыдущему блоку, потому что он дальше от своего блока. А у него внутренний блок вообще развалился. Это минус кнопка, нифига не контрастная. Здесь грязище. Еще более-менее. Нафига тут иконка грибла. Маркировать. Ну, ладно, принимать. Здесь... Вот это нормально. Прям нормально. Ну, а вот это четверка прям. Так. Андроид. Похоже, поаккуратнее. Так, непонятно, почему ты делаешь здесь такой отступ. Здесь съехала наверх, да, одна комната, двух комнат, трехкомнатная. Зачем К добавлять, если здесь так прям количество комнат? Одна, две, три, четыре. Сразу можно сделать без всяких К. Здесь грязище, пчут, ты решил сделать... Хы-хы-хы, тень. Нафига у черного тени, непонятно. Здесь тоже тень. Здесь тадынь список на карте здоровее. боль больше чем заголовок до вопроса чем здесь контраста мало ну да это тоже четверка так дальше производим проектируем качественную мебель убирает минимализм видимо потому что проще только не черный на оранжевом но совершенно сложно читать слишком здоровенный отступ здесь слева большой отступ здесь до заголовка может быть было по центру так чётенько разместите все здесь на разном уровне ну короче дим тебе надо качать аккуратность то есть я понимаю что бывает сложно усидеть на пятой точке и там двигатель долбаные пиксели но тебе поможет сетка сетка позволяет быстро двигать пикселей так что и ровно все получается сетка для ленивых так здесь непонятно почему такой здоровенный отступ до конца слайда здесь не выровнял выровнял по центру а здесь выключка по левому краю почему так нахрена рамка черный на сером понимаете косяки примерно одни и те же просто кого там больше у кого-то меньше там сам банальные косяки они как правило в какой-то цветовом контрасте там потом чуть менее банальные косяки это расположение элементов отступах там сумме композиции верст когда называется потом со жрифтами выпуска всплывает потом с визуалом но это просто определенные такие ступени которые каждому нужно пройти поэтапно что для того чтобы научиться создавать классные дизайн макеты так это четыре с плюсом ну в общем дима ты крутой чувак что ты дошел до конца то что нужно сказать качать я уже озвучил это аккуратность и внимательность тогда у тебя начнет все получаться так мария чернова так полностью переделала сегодня ну поехали посмотрим помню помню товары для экологичной жизни без мусора чего я тебе говорил по поводу того что бирка объединилась с первой строчкой потому что ближе это дальше почему меня не послушала вот тебе минус до от этого так композиция ништяк ну здесь сложно здесь сложно потому что вот такие вот здоровенные отступы они разбивают контент на части дробят его можно сделать свободно воздушную композицию не нужно прибегать к такому жесткому разделению заголовка и абзац все таки они должны быть рядом можно играть расположением самих вот этих модулей которые включают фотку заголовок и абзац все еще посмотрим так смотрите которые скринами в альбоме все переволновалась наверно ладно прошу прощения беру свои слова обратно начинай заново так ну вот это другое дело да другое дело прикольно вопрос нет так ты рин тын тын здесь тоже все ништяк тын 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 здесь но здесь не все так гладенько на самом деле потому что посмотри на то как ты работаешь с предлогами они у тебя висят на предыдущей строке тебе слишком здоровый абзац слишком мало места здесь короче короче вот это надо переработать и у тебя разделился блок на две части и походу ты забила на сетку потому что здесь отступ такой а здесь такой это минус попробуй сделать здесь верстку из трех колонок из трех колонок или из четырех колонок тогда у тебя будет интересней лучше конечно не отрывать заголовок от своего текста этот блок маленько потерялся окей этот блок окей рассылка окей чё вот ты дала карту ну и что где куда ехать где метка а акцент будет набавь что же делать пять с плюсом ой это фото пять с минусом и четыре с плюсом стоит так ладно поставлю пока пять с минусом так мария 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 курсач пять с минусом в надежде что ты улучшишь согласно моим замечаниям так главное каталог и карточка так не перегружена ли левая часть за счет вот этой перекладины перегружена перегружена короче смотри ты такая берешь и делаешь подбираешь офигеннейшие современную антикву для заголовка и оставляешь совершенно дурацкий нео гротеск али орел для логотипа чего вообще ну то есть здесь прям дешево а здесь дорого рассогласованность получается если ты сделаешь логотип на просто на прямоугольнике например белые буквы внутри то уже будет лучше а если ты неограниченно в подборе шрифта тогда скорее всего подберешь лучший вот то почему тут отступ меньше чем вот здесь так женское интерьер ну здесь ништяк здесь ништяк более-менее с отступами только посмотрели ты их просто накидал они у тебя разные получились там сверху отступ меньше чем отступ отсюда маркетплейс откуда взялся кегль этот вот еще раз у вас должно быть максимум пять размеров шрифтов на странице да дальше вы начинаете уже путать пользователя так женское платье почему вот это не относится к этому платье как будто относится к женскому но вот это вот как будто отношение не имеет потому что нету отбивки так так зачем эти разделители овер дофига убираю прощай четыре с плюсом и вот это прикольно так но все сбалансировалась у нас там композиция оценок так дальше едем арт мебель так простенько классный шрифт кстати так да ништяк и мягкость есть и минимализм есть ну ладно то что здесь не выровнено по правом краю тоже ничего страшного на самом деле рифмы нет смотри тут жирный тут короче средний тут тонкий сделай один откуда этот элемент вообще рушит рифму хотя что горизонтально здесь короче тут надо стилистику доработать по композиции то вроде вопросов нет отредактируй ну для макета я понимаю что с адаптивом просто у вас не получится сделать но в макете должно быть красиво хотя бы вот блин даже не знаю что за оценка 4 с плюсом 4 с плюсом потому что там визуал надо дорабатывать так что у нас было ага потом андроид меньше отступ надо делать и как то прям совершенно просто с логотипом здесь маленький размер под пальчик неудобно здесь мелко ну ну хотя в принципе ладно нормально считаться будет здесь ну да здесь мелко и слиплась тень ладно короче вот эти отступы внутри они ну разрывает контент даже если ты как бы ставишь то все в правый верхний угол у тебя все равно эти два элемента кажется отдельно потому что этот отступ больше чем от до верхнего края блин четыре с плюсом что ли опять оцени пожалуйста мой канал привет бро канал термоядер ладно хорош худить ой с контрастом жестко вот здесь сверху серый на светлом слишком маленький интернет не видно здесь вот эта рамка не нужна ну за это ну короче я обычно за такие жесткие косяки сразу снижаю баллы это четверг с плюсом ой да четверка с плюсом очень хочу чтобы ты доработала смотри у тебя пять с минусом четыре с плюсом четыре с плюсом четыре с плюсом вот что то из этого просто на элементарных вещах можно вытянуть до пятерки ну или хотя бы до пятерки с минусом в общем давай я тебе желаю еще чуточку терпения ты умничка что ты дошла до конца курса и с достаточно неплохими работами нужно просто чуть больше внимательности и старательности так катишь и школу поехали смотреть текущая версия стадия допильная первая версия была такой так текущая да что за такое то я же говорил я же разбирал уже эту работу так что куда смотреть первая версия была такое направление получилось слишком шаблонно минималистично вторую версию ты решил почему то изменить иллюстрацию но вот эта которая кривая почему видно да насколько кривая иллюстрация что произошло вообще с этим с этим надписями что это вот это нормально это можно использовать ты можешь даже сесть короче и запердохать такую же иллюстрацию совершенно несложно сделать вопрос времени либо купить на шаттере ничего вообще вопрос нет а что первая версия была более удачно можно было ее допилить короче дорабатывать вот это однозначно да просто вообще не в какие ворота не лезет здесь расческа здесь баланса нет по расположению с нехал да к верхнему краю здесь какой-то шрифт странный вот этот блок хороший вот этот ну иконка стремная я бы тут добавил отступов по краям или вообще нафиг бы убрал вот этот квадрат оставил бы только ромб все так здесь развалился блин я же разбирал это ешкин кот я вообще то разбираю нет да да так чего это 4 с минусом так Катя Шишкова или даже или Трайбан с плюсом ну нет наверное все таки 4 с минусом так Катя 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 так так потом о о о о круто это значит переработанное о да стало то лучше о да ты умничка ммм о да ты вообще молодец а я думал у тебя другая работа так обе переделала круто стало круче так дальше здесь людей поставил да ништяк стало человечнее здесь да сделал сделать здесь полное искругление вот здесь сделай искругление чтобы было в одном стиле так единственное что и всего из этого шрифта ну шрифт банально ты его не откернишь ладно ты можешь откернить ну хотя хрен тоже смотри ну да можешь откернить маленько а и з близко друг другу з и р дальше друг от друга да р и а вообще далеко да то есть с кернингом здесь конкретная проблема и ты фиг откернишь вот эти вот треугольные д и а потому что у тебя д треугольная л треугольная напиши слово лад ты фиг его откернишь серьезно тебе потому что вот здесь все равно будут сверху дыры не меняй шрифт меняй вот эти вот можно и не делать элементы и так ништяк подвинуть нужно вот стоп здоровенный короче стало лучше чем было гораздо здесь по иконке я тебе сказал что делать здесь прям няшный такой классный блок получился это отличный блок это вообще отличный блок ну можно только сделать одинаковые отступы сверху его здесь сверху вот здесь и снизу ну ту 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 четыре с плюсом тянет вообще хорошо так и чё и все что и работа ладно хоть эту сделал ну вообще я прям удивлен приятно удивлен что ты успела вот так вот вырулить качество это работает прям круто ты умничка так ладно так хроменкова виктория нет екатерина брашкина тоже нет а вот курсовая а вот она все отлично капец у нас на вас и без тока снега нападал уже такое состояние тихо сидишь 8 никого нет снег так линк педиатрии цента о красно брала умничка отлично бирюзовый добавила в стиле получилось но есть кое-где проблему сейчас покажу какие смотри вот здесь ты сделала услуги зеленым и у тебя автоматически вот этот вот слабый серый он вылез вперед просто потому что услуги зеленый на светло-серым очень слабого контраста делай просто черный черный и полужирный как у тебя здесь сейчас все у тебя не будет ничего никуда пропадать смотри здесь тоже самое та же фигня да вот этот заголовок он кажется сильнее вот этого а хотя по факту у нас должно быть вот это вот сильнее как ты можешь делать ты можешь просто сделать залив кнопки и все иконки да прикольно в одном стиле фото галерея да классно ну вот этот блок нет потому что он порушил всю сетку да вот я есть левый край правый край вот есть левый край вот а вот есть кто-то в дуле ну а пусть будет и и а и даже ты вроде как бы нормально сделала но почему-то ощущается не проработано а почему почему потому что ребенок здесь маловатый он себе привлекает слишком мало внимания вот эти фотки сильнее отвлекают чем вот это может быть здесь сделать такой прям независимый блок где ребенка сделать вот прям большим в этом внутри этого блока и сам этот блок сделать контрастным каким-то образом к фону или дотянуть сетку дотянуться мы с левого правого края до сетки и до краев области контента точнее вот вот это тоже может вполне быть и мы большие слишком отступы так чего 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 достаточно аккуратно такая что все сделано с контрастом вопросы пофиксить несложно составит четверка с плюсами четверка с минусом ладно начнем с пятерка с минусом допустим так кирина здесь учитесь пожалуйста делать композицию вот смотри у тебя вот эта женщина так вот здесь отступа нету она у тебя четко фотку разбила на две части на вот эту вот которая смысла не несет и на вот это вместе с ну а помогла с этой задачи вот это вот красная эта хрень я считаю что здесь нужно увеличивать фото либо подбирать человека который чуть больше места занимает вот тогда получится найти баланс сейчас нет ну нет надо отступы делать рамка нафига рамка такая нужно увлекает так тоже достаточно стандартненько тоже надо обрезать правильно здесь вообще подбородок обрезала чуть-чуть оставила но нет нет цвет вообще откуда взялась так вот принципе удобно карточка тоже интересно только тебе нужно больше внимания уделить на вот эту можно вот эти вот сделать вообще в якоре и маленькие не так много места на них ну это четыре с плюса так у вас там посмотрите баллы должны пересчитываться добавляться добавляться так арт мебель короче смотрите вот этот вот как бы желтый ближе к лимонному фоном работает ну не круто ему нужен какой-то сильный акцентный цвет типа фиолетового оппозитного в смысле сиреневого но все равно хрен поможет потому что его много здесь и это создает ощущение неуверенности слабости ну в общем я рекомендую решать эту задачу ну не в таких полумерных цветах берешь тупо белый отлично белый взяла так смотрим как значит окей чего-то много места да увеличиваем вот это да больше внимания даем так хайлайт значит о вот этот хайлайт будет работать но только не на белом да или только не желтого цвета вот так ты берешь такая берешь делаешь другой цвет вот это это не хайлайт это просто какой-то паттерн на фоне ну в смысле даже не паттерн а какие-то геометрические фигуры они не должны к себе много внимания привлекать поэтому они остаются не контрастными к фону ну короче вот как это так логика работает маленькие объекты кажутся в рамках в рамках в рамках вот этой большой рамки отступы здесь неправильно вот это уже гораздо лучше подача потому что внутри заполнено и внутри вот это вот вот это фото само привлекает внимание а широкая рамка только создает больше свободы и пространства а почему белая так стрёмно выглядит да тогда вопрос по отношению к этому потому что рамка здесь начинает отвлекать белый это не плотный цвет то есть он не привлекает внимание если здесь сделать какой-нибудь другой хайлайт поле плотный ну типа там какого-нибудь дерева ну типа какого-нибудь плотного оранжевого тогда и оставить стул например на том же месте когда ты увидишь более интересную картину стопудово стопудово а вот это вот с белым фоном рамка она не работает а потому что она кажется слабой на фоне так что я в разбор это ушел это 4 с плюсом не сложно затянуть на самом деле так что у нас было я промазался оценкой промо страница так портал поиска недвижимости почему заголовок далеко почему кнопка не кнопка белая как будто input потом почему разные отступы вот этот прикольный блок этот только без голубого был бы классным цвет выбран ништяк здесь по этим трем экранам здесь нет это 4 с плюсом так сюда так что за фигня что я думал результат это лучше чем на предыдущем потоке а как то так и не очень главный экран норм разваливается только социальные кнопки что надо с ними сделать сгруппировать наверное так здесь вот это вот ну более-менее только со скругленными углами было бы лучше в рифму вот этому сайт inspire не читается так зеленые на белом фоне тоже не читается 4 4 плюс ну короче совершенно не сложно дотянуть хотя бы две работы заработать две пятерки поэтому пилите катерина пилите но похвалю то что вы дошли до конца это прям вот хорошо не каждый может так на разбор последний вариант так так обжариваем кофе а да главный экран стал получше менее банален вот это фото все же банально эти иконки можно уменьшить это фото норм потом сетка на сетку ты забила выровнять потому что надо иконки дальше пошли тоже в стиле кофе это прикольно отвалился заголовок потому что близко к верхнему краю вот эти фотки огонь вот это фото огонь композиция норм футер ну кофе присоединилась к логотипу потому что отступ вот это меньше чем отступ между пунктами таки шо делаем четыре с плюсом нужно улучшать вот этот блок вот этот блок и футер ну да хватит хватает косяков так юлия курсовая четыре с плюсом так так бирка близко косяк диван повис надпись надпись не чувствовалось бы так близко если диван так не повис сильно да его нужно ставить на пол его нужно ставить на пол вместе с кнопкой увеличить можно так все остальное норм вот кстати да несмотря на то что вот так расположено да кажется офигенно у нас была одна похожая композиция но там были был тексты там было не так ровно по себе скидки все расположено здесь прям ровно и еще по разному да то есть вот здесь такой паттерн здесь просто он здесь паттерн и воспринимается прям круто круто воспринимается я скажу и единственное явно расцветом вот этой скидки бы поработал да тут над какой нибудь какой у тебя акцент это может быть цвет берешь какое нибудь золото добавляешь но это надо весь сайт добавлять и делаешь фотки ништяк да да ну да это прям пятерка с небольшим минусом ну такая уверенная это у нас чё промо страницы терка с минусом хорошая работа так магазин одежды каталог корзина у нас не надо было корзин ну ладно цвет огонь фотка ништяк бирка близкая на это не видно ну хотя ладно тут в принципе это техническое технические элементы не сильно на них привлекать внимание шапка норм плюс я бы сделал контрастным сделай черным или сделай вот таким вот синяя глина будет ништяк обрезана плохо композиция ништяк какая кайфовая фотка так это окей сейчас посмотрим можно вот так не отделять нифига это надо непонятно да ну короче это пятерка с минусом уверенным минусом ну прям чувствуется что уже начала шарить верстки не лишний элемент только надо убрать все о нет это же скачащая интер линьяш не выровнена съехала близко слабый контраст прилипла чекбоксы не 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 и вот такие вот маленькие инпуты не 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 тут же под пальчик все это четверо бас прям так и iOS что с ним стало что стало с ним что за черная хрень нет экрана маленькая пальчиком не попадешь развалилась это трек бас прям 3 плюсом ну доделай ту работу что такое то вот просто видимо что времени вообще не хватило так это у нас тогда будет 4 с плюсом ладно фиг с ним пусть будет 3 с минусом так ладно окей доделай пожалуйста работы так кемерлан потом алина ермакова тротута еще немного осталось отлично ну я думаю в 3 часа уложимся так так ребята хорош флудить вот серьезно сейчас мы этим занимаемся сделай крутой контент на канале тогда будет ништяк у тебя все не надо выпрашивать оценки лайки какие то так с белым удачнее рублей при�мар прикольно только сделай кнопочки пожалуйста серыми чтобы они не сливались с корпусом серенькие, ну в смысле чуть-чуть, но там вообще даже на полтона серее, темнее чем белый, убери вот эту тень убери, линию просто сделай, это белым и будет у тебя прям все ништяк, по расположению элементов прям супер, это получается терка с минусом Кемерлан ой, не туда главный экран супер вообще просто огонь да, здесь все видно, ништяк классно сделано супер, удобно супер, пятерка молодец ой, все правильно сделал пятерка слишком здоровенный дискрипт для такой мебели, мне кажется слишком здоровенные заголовки ну, то есть понятно, что ты как бы решил выдержать такую более-менее сильную наверное, тему, да, но попробуй ее ослабить если ты ослабишь, у тебя больше фокуса уйдет на изображение вот, особенно вот здесь короче, вот этот блок доработать надо ладно, главный экран, да, ништяк убираешь грязь отсюда потом вот здесь, да, ништяк тени аккуратнее здесь вообще вопросов нет здесь, ну, более-менее здесь вопросов нет здесь надо переработать 5 с минусом с большим минусом но не четверка с плюсом так, что-то у нас промо да да, главный экран, да это да девчонки да это да футер не надо не надо вот так вот жирно делать выделяешь контрастным цветом просто и все только тебе нужно его придумать сначала этот цвет так, ну тут базового достаточно да, прикольно видишь, что тут же не делаешь такие здоровенные жирные заголовки какого фига а, подожди все, у меня что-то глюк какой-то я с предыдущей работы еще тащу все нормально что, пятерка, что ли пятерка пятерка точно ладно так так и авиантадор ага, это курсач ты его разбирал окей 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 да в одном стиле сделал да сделал о, молодец да прикольно можно движок больше сделать это не критично да прикольно все в одном стиле выдержано ну да единственное что у тебя вываливается последняя фотка вот потому что она в черном да сделаешь если контрастным тогда будет ок пятерка ну, видишь не все так плохо точнее все хорошо поздравляю тебя с окончанием курса хорошей работы так Алина Ермакова поехали увеличим тут какой-то косяк сверху маленький интерлинияж о, Хирогана ремайндер прикольно я когда-то учил японский так здесь не к тому относятся да комментарии прилипло к верхнему краю в общем вот этот вот цвет надо оживлять радиента туда добавлять сейчас он кажется безжизненным тускум больше надо делать под пальчик потому что мало маленький размер 4 4 так Алина Ермакова на 4 так дальше вот так все слилось и кони и люди да да контраст контраст развалилась этот трибас с плюсом так потом тоже так весьма новичковская короче этот шрифт мой старый друг я делал какую-то работу третью что ли четвертую или по счету про воздушные шары я взял этот шрифт у меня были там облачка такие облачка и вот этот шрифт который очень херово выглядит верстки есть такой несглажный вот да это была моя по-моему четвертая работа я ее делал знаете где в инкскейпе прикиньте да как заморачивался так что не волнуйся короче твой уровень примерно как мой вначале но этот тройбас с плюсом так что у нас было курсовая нет это промо короче если у вас хуже типа всех оценки вы считаете на фоне остальных вообще совершенно ничего не значит просто делайте дальше если вы хотите дальше в дизайн вот прям здесь важно количество подходов точно так же как не знаю в спорте в зале даже если вы выбежали пришли на беговую дорожку засекли там из 20 короче результатов у вас вообще самый такой дречовский это еще ничего не значит это просто показывает вашу точку отправления ну блин прикольно ну прикольно фотка да фотка огонь слиплась значит да и так то в принципе ладно ничего критичного эта работа гораздо круче чем те что я видел до и эта работа уже тянет на на четверку точно тянет а вот карточка и каталог тянут даже на четверку с плюсом потому что так достаточно все просто и фотки вытягивает вот пофиксим главный экран и будет побольше оценки сейчас 4 4 поставлю так дальше поехали а и вот курсач о спасибо тебе что подобрала другой шрифт почему у тебя только осталось такая да видимо предыдущего шрифта у тебя осталось косяк будьте внимательнее пожалуйста вот так разносить лево-право это очень неудобно лучше делать рядом лево и право и когда ты делаешь вот эти вот элементы навигации влево вправо приближайся к прямому углу вот так выглядит гораздо более органично тупой угол во-первых площади меньше занимает можно сделать область во-вторых смотрится не в общем стиле например с действия прямого угла здесь в типографике прямой угол вот я рекомендую прямой угол делать 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 но хотя это не так лично здесь какой-то кебель новый возник не выровняно ничего вот здесь пошла жесть уже ладно короче главный экран прикольный второй экран хороший нужно доработать третий экран и дальше все пошло вообще не по маслу что ставить то четверку тоже четверка с минусом курсовая так ну тем не менее ты умничка то что дошла до конца курса не стоит вообще разочаровываться то что у тебя оценки на данный момент хуже чем у остальных это просто твоя точка а с которой ты можешь начинать просто это значит что у тебя скорость прогресс ну ниже чем у всех остальных но это ничего страшно здесь важно важно количество подходов да то есть если ты будешь продолжать дизайн там год-два там и так далее скорее всего тоже на следующий год получишь результат вот поэтому не бросай ну знаешь бывает кого-нибудь разнесешь на разборе и все так Юля вот видишь уже графично получилось черный 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 и контраст пошел вот да е то что надо да да есть же счастье в этой жизни да пятерка это пятерка и Юлия Иванова работа классная так и чего недвижимость на он дойд драгоценные бриллианты моего сердца ой как же тут все замечательно как же тут все замечательно пятерка вообще без вопросов огонь чего а все остальные работы нет так поехали дальше Глеб Глеб к чему бы прикопаться к чему бы прикопаться к теням я прикопаюсь тени нужно делать не такие бросающиеся в глаза к жирному я прикопаюсь ну на кой черт жирный то здесь здесь то понятно заголовки а здесь не надо это 4 с плюсом так Глеб Ковшов или Завезенов Завезенов вот так андроид 4 с плюсом что за углы вообще непонятные какие то что за иконки разные по стилистике мелко точно будет не видно ну вот ступы маленькие интерлинияж контраст другой кегль пошел технический нет это 4 с минусом чипок чипок далее и я сполз совсем под стол так эммм рус дизайн не видно ни черта потому что контраст слабый фотка классная почему то здесь такой совершенно базовый геометрический гротеск и в сером почему в сером с чем рифмуются здесь такие тонкие иконки явно не с этим так вот тут возник какой то голубой что бы не сделать где нибудь здесь попробовать здесь отвалилась близко к верхнему краю к к к 4 с минусов главный экран главная страница здесь то получше все будет тебе нужно согласовать просто контур если ты используешь там какой нибудь один контур используй пожалуйста той же столовочной контур и в элемент навигации и в каких твоих этих рамках и здесь у тебя везде здесь все разное здесь вообще тоже разное вот видишь и такое получается отодвигаешься да и смотришь на эту композицию можно так вот смотреть прищуренными глазами вот ну прищуренными конечно вот эта вот линия она не воспринимается а если так смотришь но она прям вот просто приковывает к себе внимание а эта штука не функциональная вопрос зачем туда привлекать внимание непонятно зачем делать такой сложный элемент навигации зачем делать так вот на фоне непонятно почему такой маленький интерляж ну короче да действительно это 4 с минусом а вот скриптонит это курсач он убрал отлично газгольдер ну спрятал ладно ближайший концерт одесса да скриптонит черно-белый да прикольно это акцент сделал круто по номиналу вот что за хрень ну ладно кегли 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 количество кеглей смотри чтобы оно у тебя не было не было столько разных кеглей слишком близко ну вообще видно что ты время прямо уделил на эту работу по сравнению с остальными и она такая достаточно неплохая получилась то у нас получается на на пятерку с минусом даже вытягивает эта работа так поехали дальше смотреть изготовление мебели по индивидуальному проекту чувак такой да вы что для тех пробел пропустил кто знает запятая пробел чего хочет тоже вопрос по кеглям куча разных кеглей с контрастом здесь почему такая картина картина на главном экране непонятно как это вообще относится к мебели по индивидуальному проекту весьма упосредованно лучше что нибудь какой интерьер вот этот вот забабахать и на главному будет нормально оооо нет логотипа нет обрезано нет ооо нет изображение тоже нет ладно что это у нас будет это 4 с минусом так видать забил на эти работы а в этом вложился окей окей так я уже четко тут маленько подустаю да и поэтому я просто такой смотрю всю работу а проговаривать мне вот эти косяки уже сложнее ну ладно поехали дальше Елизавета Скорнякова стильная мебельная заказ так понятно контраст да теперь ништяк такой горбуновская такая верстка получилась окей пойдет да вот да видишь переставила все сразу нормально стало мрачноватый отзыв в смысле восприятие серый Ну вот наверное, которая лучше чё так ну чё чё 5 минусом и 4 с плюсом вот этот блок нам переработать вот этот футер надо переработать главный экран но в целом прикольно вот этот блок вообще супер почему здесь в целом я говорю потому что нужно вот это чуть ослабить а вот это кресло усилить тогда будет баланс сбаланс короче 4 с плюсом пока что но несложно улучшить работу с корнякова с корнякова что я найти не могу но все это воркаут отдельно но у нас был так зачем он был промо страницы было так так 4 с плюсом а лиза спасибо за комент так дизайнерская одежда да прикольно и баланс есть и внимание ловится тоже правильными вещами лицо якорь правый верхний угол потом после него дизайнерская одежда еще все это балансировано кнопка и и тиме не знаю что это серьги браслеты сильные коллекция аксессуаров окей вязаные изделия сейл 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 я бы обозначил это как-то сделал другим блоком вставкой врезкой короче как угодно главное чтобы это не было похоже на вот эти и именно поэтому привлечет внимание это окей добро интересно аксессуары да интересная верстка такая внимание ведет интересно экспериментально но не особо информативно значит по изображениям до информация есть вот а по материалу например а подождем по материалу есть из жаккардовой ткани а че еще надо цена 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 добавь а че еще надо как будто значит такая взяла и порвала шаблон не такой так карточка же обычно много всякой хрени а тут то реально фига нужна слушай это круто очень здорово ты сделал ну там конечно нужно пристально вглядываться чтобы понять че сюда можно добавить че имеет смысл добавить так то прям как эта пятерка с интерлиняжем проблема была слишком близко к верхнему краю вот этот бар окей интересно маловато кей тут неси окей хи 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 4 с плюсом за интерлиняжа так ну и прочих мелких кишков которые совершенно не сложно поправить ну серьезно ну серьезно вот это р короче такая хрень еще может возникать когда вы используете капитель ну ну вот прям дисбаланс же да дисбаланс потому что контур разная по толщине и все почему бы не сделать тем же самым кеглем здесь контраста маловато желтый на сером всегда плохо контрастировать написать в избранной опять блин почему вы ставите эти две кнопки как равнозначные есть в этом смысла какой-то надо конечно тестировать на это решение этого не сильно плохое но я бы просто выделял кнопку написать то есть она была бы у меня первого приоритета тем более что тебя избранная уже есть так 4 с плюсом ой вот это мне кажется интересно должна работа культурный обозреватель музыка кино арт-обзор культур театра литература да шикарно слушая шрифт лай лай верст такая классная врезка такая почему почему да нормально в принципе только надо сделать чуть поближе и вот здесь чуть подальше да почему бы нет изобразительный искусственно в чем прикол когда ты ставишь форматы вниз опять такой разрыв шаблона вообще прикольный потому что обычно мы начинаем типа с какой-то такой яркой точке большое тут тут наоборот и это привлекает внимание да прикольно так это лон горит супа 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 но пятерка с минусом там и заверстки заголовков так это у нас отдельно получается новостной портал мы будем считать что вот здесь типа курсовая аля курсовая пять с минусом ну слушай круто хороший результат умница так и финальный человек на сегодня а потом приступаем к оглашению результатов так первый исправлены исправлены продажи винилового ламината сразу показываю что что он виниловый типа гибкий дальше я тебе говорил про фон ты с фоном решил чуть-чуть такой на полтона сделать светлее ну ок ладно я я говорил о том что такой фон он слабый но он слабый становится если вы еще белым его окружите тогда вот прям просто и когда на нем контрастов не будет а у тебя есть здесь контрасты оранжевого и вот это вот дерево а да круто здесь да круто ну единственное только 43 ты такой контуром обозначил класс ты тут сделал жирным может просто 43 сделать и все я в заголовке так 43 классность ой вообще классно аккуратно все это прям пятерка так курсач пятерка огонь так дальше андроид да да чуть-чуть поконтрастнее можно сделать вот это разделитель этот нафиг не нужен итак фотка отделяет пространство оставь просто и все пятерка с минусом небольшим так потом мелкая и здесь что-то какая-то шляпа не могу понять не могу понять не могу понять то ли это пикселей а ну тут пиксели не а все я понял вот у меня с компом проблема ну короче развалилась все равно здесь здесь надо сделать больше теги здесь надо сделать больше больше как все называются элементы все короче уже устал 4 с плюсом так магазин о корзину сейчас сделал да для нее это как будто 5 5 4 опечатки в слове длиннее я не знаю откуда у меня эти ассоциации берутся ну ладно ничего страшного пусть будет не ой да какие логаты кайфовые единственное что мне не нравится это вот это хорень можешь вообще не делать этот хайлайт может быть сделать какую-то даже рапку тебя сделать не надо еще делать а вот тут нормально тут хайлайт отделяет либо ты делаешь больше отступ ну хотя нет а либо ты переделываешь форму о форму можно переделать так новое поступление ну да прикольно прикольно так да чутенько ровненько круто так и действительно да можно много лишнего убрать цвет нахер белый так понятно состав и так понятно что состав артикулов топка вообще тип рукава ясен пень что длинные да можно убрать тип карманов без карманов нахер длина изделия по спинке длина изделия по спинке ну ладно может быть это и важно ну хотя чеку знать сезон демисезон сезон тоже можно убрать блин да реально как можно много всего выкинуть окей да ну пятерка с небольшим минусом это за форму на главном экране форму прямоугольник этот нашел вообще к чему прикопаться да да нет да там уже не к чему больше так дальше мебель на заказ ой как все ровно вообще супер главный экран отлично да это отлично да это отлично еще так все в одной перспективе ну примерно но просто прикольно этажи этаж этаж нет сделаю это вообще независимым блоком чего париться так черный черный вот смотри черный зеленый на светло голубом черный светло голубой зеленый сделай будет в одном стиле а еще подвинь влево это же прям косяк справа должен быть отступ больше короче когда вы делаете выключив по левому краю справа всегда должен быть отступ больше для того чтобы здесь оставить пространство иначе будет казаться что текст у вас как-то чрезмерно сильно вправо сдвинуть пятерка с минусом ну и что и классный результат классный результат ну что готовы теперь к самому интересному переходим так все ли работы я проверил давайте еще раз посмотрим до павла чудовского да все верно до работы павла так если не все если не все тогда напишите пожалуйста мне но мне кажется что все я проверил и теперь распределение кто в мастер-группу кто не в мастер-группу короче полноправные участники мастер-группы у нас это две пятерки любого качества плюс одна четверка с плюсом и выше и полноправные это значит попадают в биржу еще а джуниоры это получается одна пятерка любого качества и две четверки с плюсом вот ну считаем значит Александра Матвеева работаем дальше потом Алина Ермакова работаем дальше не бросаем Тимирлан Раканов вообще прям только в путь мастер-группа биржа поздравляю поздравляю с таким классным результатом и вообще очень понравились работы Полина Фирсова ну на основании одной работы я ничего не могу сделать никаких выводов полина Конькова а подожди не туда я смотрю все это просто это это ребята ребят буду оценивать дальше завтра извините так здесь Дмитрий Тимофеев не долез маленечко а нет все попал попал в мастер-группу что хочешь хочешь можешь улучшать и попасть в еще и в биржу круто Дмитрий поздравляю тебя так дальше Юлия попадает в мастер-группу и в биржу но грёбан грёбаный трейбан нет давайте я поменяю критерий и с трейбанами я не буду пускать вообще в биржу поэтому я тебя пускаю джуниором в мастер-группу пока трейбан свой не пофиксишь а то вообще что за дела так Мария Чернова попадает в мастер-группу но пока что не в биржу потом Павел Чутовский вообще прям только в путь в мастер-группу и в биржу Екатерина Брашкина попадает в мастер-группу но не в биржу Дмитрий Зорин перфект лучший результат в этой половине группы мастер-группа биржа Алена Тимофеева попадает в мастер-группу Глеб пока работает Катя Шишкова работает и выкладывает все работы Оля Газизова тоже работает Екатерина Гракова попадает в мастер-группу но пока что не в биржу Никита Носков отличный результат мастер-группа биржа круто и Юлия Иванова и Юлия Иванова у нас так в мастер-группе и в бирже так ну ок чего считаем результат считаем результат сколько у нас задано в мастер-группе в мастер-группе сколько в мастер-группе человек по итогам 11 из 16 ну неплохо в бирже 5 из 16 это слабо вот ну а показатель доходимости до конца подведем завтра ой девчонки извините пожалуйста я вас забыл Лиза Скорнякова Катю Григорьеву не разбирал Лиза вот спасибо большое что ты напоминаешь потому что если на ней напоминать тогда можно пролететь мастер-группа и биржа я тебя поздравляю классный результат достойный результат welcome так ну что что я сейчас сделаю я сейчас вашу половину отстрелявшуюся поздравлю и добавлю вас в чаты короче рассказываю что я буду делать я вас добавлю сейчас в в чат мастер-группы и расскажу параллельно сейчас что такое мастер-группа мастер-группы это у нас где-то 175 участников там 10 человек из нашей команды 175 участников которые закончили с классными результатами по окончанию интенсивов с классными результатами интенсивов разных интенсивов там всех времен вот есть прям такой там жесткий рабочий костяк Это ребятки, на которых прям, которые активны, на которых стоит равняться. Это вот Ксюша Денисова, Варя Паникова, Сергей Строгин, ну, которые там постоянно там что-то советуются друг с другом. Женя Короникова, прям круто делает. Марина Карасавина, еще фронтенд. Лиза Мамочкина, Art Deer, вот, и продакт-менеджер, по-моему, да. Оля Склянова, ну, понятное дело, потому что она тренер. Еще Оля Склянова путешествует, и я бы на вашем месте подписался бы на ее инстаграм. Диана Калядова, Томск, Евгения Николаева, ну, не так много знаю про Женю. Ася Смолко, вот прям активный человек, ни разу не, как сказать, не упустит шанса получить там что-нибудь полезное для себя. Учится, очень круто. Вот, Даша Шевцова, куратор у вас. Ну, короче, тут прям такие интересные люди, и вам повезло. Вам повезло, потому что ваше обучение будет продолжаться бесплатно вместе с этими людьми. Просто потому, что вы с ними общаетесь, просто потому, что вы ориентируетесь на то, что они делают. Вот Оля Герасименко еще здесь. Саша классная работа делает. Саша Малинос, по-моему, работает в студии. И вы попадете еще вместе с этим чатом в сообщество мастер-группы. Это закрытое сообщество. Ну вот, 167 участников, это типа чистые участники МГ. Ну, в смысле полноправные. И вот прям можете знакомиться, добавляться друг к другу в соцсети, общаться. И вот у нас есть рубрики лайк там. Типа вы берете, выкладываете работу сюда, и все лайкают. Ну, я бы поддал бы жару сюда, в это сообщество, потому что что-то как-то оно так подзатухло маленько. Лиза Мамочка на координатор сообщества, если что. И я чувствую, мы очень скоро в офлайн пойдем, потому что я вот встречался с ребятами в Москве 2 сентября. Вообще супер офигенная встреча получилась. А еще ребятки начинают объединяться по интересам. Вот, например, Оля Склянова, Виктория Усова, Саша Холодная и, ой, забыл, забыл, забыл. Оля Гореева объединились вместе и путешествовали некоторое время. Я, блин, в таком восторге смотрел эти фотографии, когда они все вместе. А еще недавно в мастер-группе там прям была фотка такая, где ребята собрались в Питере, там парни тоже были вообще... Ну, я не знаю, так ли вас прет от коммуникации вживую, как меня. Ну, я рекомендую попробовать. Так, дальше. Кураторам вашим вообще огромное спасибо. Не забудьте, пожалуйста, их поблагодарить после окончания. Еще... Еще про кураторов сразу. Здесь есть в вашей таблице. Вот, кураторская. И виден результат общий командный. Короче, вы сейчас оценки получили. Я еще сейчас дополню, там, какие у вас работы есть, каких нету. За все, которые у вас готовы, вы получите баллы. Вот у нас даже появился мастер-дракон один. И я буду награждать кураторов, в том числе первых трех, у которых максимальный средний опыт команды. Вот. Три места будет. Потом, по поводу... Да, по поводу кураторов закончил. По поводу тренеров. Поблагодарите, пожалуйста, Алексея Белицкого. Потому что этот человек вложил в вас просто дохренища своего времени. Вот. Ну, не мне про это говорить. Потому что вы учились у него. Оставайтесь на связи. Если есть какие-то вопросы, пишите Алексею. Пишите мне, я открыт. Что еще? Лично Алексею от себя большая благодарность. за работу, за структурно поданный материал. Вот. Ну и что? И welcome. Алексей тоже в мастер-группе, если что. Так. Ну и все. На этом я, пожалуй, закончу. Еще с одной маленькой оговоркой. Оговоркой, не оговоркой. Короче, ребята, от себя лично я вас поздравляю с окончанием. Вы вообще большие молодцы. Дойти до конца. И вот такой супер-мега интенсивной программы, где мозги рвет капитально, где времени не хватает, сна не хватает, эмоции зашкаливают. Стресс сильный. Это просто очень крутая школа. Люди мне после интенсива говорят, что типа, черт, интенсив закончился. Что делать? Хочется что-то делать, да? Ребята, планируйте. Сейчас вот начните планировать прям вот свои задачи, свои проекты, свой день. А еще поставьте, пожалуйста, свои личные цели. Дальше. Если вы чувствуете какие-то затыки в развитии или какое-то у вас там, не знаю, мрачное или дегрессивное эмоциональное состояние, либо вы как бы около того, чтобы выгореть, или, ну, короче, какие-то у вас есть вопросы, с которыми вы самостоятельно справиться не можете, да? Вы можете обращаться ко мне. Я провожу консультации по личностному росту, по лайф менеджменту, именно для дизайнеров. Поэтому пишите. Мы с вами назначим время, мы пообщаемся. Это, получается, это консультация, да? Консультация на платной основе, но это стоит того. Вот, стоимость 3000 за встречу, обычно у меня 5. Личный коучинг у меня стоит 30 в месяц. И я уверен, у вас будет просто офигенящий рост на фоне регулярного общения со мной вот в таком формате. Посмотрим. Возможно, я еще упакую курс по лайф менеджменту для мастер-группы. Следите за обновлениями оффлайн. Встречайтесь в оффлайне. И обязательно поблагодарите себя за то, что вы получили офигенный результат по окончанию этого курса. Без алкоголя желательно. Потому что завтра будете об этом жалеть. Вот, подарите себе что-нибудь. Подарите себе спа. Расслабьтесь, подарите себе какой-нибудь массаж. Прогулку, поездку. Ну, что-нибудь такое бодрящее, здоровое. Что, что, что еще. И я еще всех, кто прошел через разбор сегодня, через оценку, начнее, я добавлю в чат, называется чат выпускников. Здесь прям все выпускники, тоже есть активные ребята, тоже все общаются, шерятся, растут друг к другу. Вот. Короче, welcome to the club. Всем спасибо и до завтра.